на таком надо нам на плане и буксироваться и вот как скромно стоит наш любимый новый старый планер а это он и есть да я думал что под прицепе так мы его еще разбирать будем затянуться вообще класс был бы друзья вот он вот он красавчик немножко конечно в пыли ну что ж поделать но огонь первое знакомство ух придется чуть-чуть конечно с ним повозиться капельку ну все живое самое главное целая у нас кабина без всяких трещин это место с которого буду я летать ну шикарно теплый ламповый звук чуть-чуть есть небольшой вот ремонт кабин этой кабинки от ничего страшного но место много носик пластиковый соответственно можно туда фест поставить если что так из проблемных мест здесь у нас потрескалась красочка но это надо будет все немножечко подремонтировать это мы с беносом займемся так здесь все хорошо сколько купить 2 2 4 стану ну что вообще на ремонт по тут уже отлично да он смогли дать можно тех на экстребы сейчас буксернуться до класс ну смотрим мест проблемных таких чтобы ух я даже не вижу пока вот я показал одно вот узлы у нас навески ли рончиков задняя кромочка небольшой ремонте был обшивочки но видите здесь уже все-таки до тканью в некоторых местах она потрескалась ночью живая все тут же трубки везде трубки трубки о винтуре отсюда если что ставится двигатель какая удобная скоба для переноса хвоста цельноповоротный стабилизатор какой триммер посмотрите какой шикарный триммер так здесь понадобится конечно ремонт потому что ты видно тоже вот и наша обшивочка по уходила рассыпалась чуть-чуть ну что вы хотите 62 год но планер живой вот эти все мелочи которые есть они совершенно не важны класс унтером таром 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 там таром 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 осматриваем эти тоже нет некоторое количество заплаточек колесико эти передняя часть фюзеляжа до пластиковая а здесь это трубки стальные и фермочка и крыло качество аэродинамической в этой штуке 60 по этой 36 по 36 34 ведь я хочу выдать желаемое за действительное красота ну все макс тебе нравится берем макс планер берем точно очень короткий осмотр да собственно смотреть особо не хочется потому что в виде понятно что берем то есть берем планер не в идеальном состоянии естественно за цену 2400 евро поэтому причем вместе с прицепом но все это вот как я хотел так чтобы можно было все почистить привести его в идеальное состояние то есть это как раз идеальная штука для того чтобы из этого планера сделать конфетку то зачем это и покупается и одна из важных вещей повторю что целый фонарь то есть фонарь не потрепанный красивый не затертый вообще просто вот считаю что с фонарем повезло приборное оборудование смотрим ну понятно что есть высотомер скорость смотрите он даже 200 может летать планер этот вот это да все живое кабина большая удобная огромная я бы так сказал можно посмотреть что там как там трубочки дальше идут о но самое неприятное место которое мы нашли получается вот это видите здесь получается наверное дерево обтянуто сверху стеклопластиком то есть здесь какая-то еще комбинация видите не просто дерево но еще что-то сверху то что это не дерево и ну краска сшелушилась сейчас я бенусу дам бенусу позвоню еще и можно будет дальше идти о о зелек дерба все так на связи бенус бенус смотри на показываю тебе самое неприятное место вот здесь получается на крыле краска отшелушилась снизу под ним то ли стеклопластик какой-то то ли еще что то ну то есть здесь не только ну вот папа на очень какая-то вот явно не дерево то есть над деревом что-то еще есть но такое ощущение что еще слой стекло слой похоже на то это это в общем-то покажи мне где соединяется полотно с фанерой это место где переходит с вот над ней не шевелится нормально нет хлопу на нету ну вот есть место где как раз вот здесь расслоение есть надеюсь смотри дерево целое ну видно что отстала чуть чуть снизу ткань вот вот здесь может быть да и видно кстати что здесь чуть шире она видишь то есть вот здесь может может быть придется чего-то подклеивать и стягивать что здесь видно кромка тоньше вот здесь немножко шире здесь опять хорошо но вот одно одно место вот здесь есть там впереди но это мне кажется все это мы лучше смотри вот здесь в районе хвоста конечно чуть посерьезнее все потому что смотри видишь ну по они пока показывали это надо чистить и ткань восстанавливать триммер вот видишь тут тоже триммер немножко нужно шкурить и видишь тоже видно что дерево дерево потрескалась вот здесь немножко в каком каком смысле люфт по он челеповоротный если помощник у тебя есть вперед назад в атаку или ну может быть нормально 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 не болтается внизу внизу надо смотреть этот люфт по килю вот тут нормально нету тут ничего хорошо пример какой прикольный ну по элеронам люфта нету вот смотрю сейчас по элерона прям чуть-чуть и реки даже если будет так буксировочный замок здесь есть под лебедку отлично прям изумительно ну все классная штука шикарная на первый взгляд это только знаешь краска венос он огромный энтузиаст старинных планиров вот цену эти делать видео большой видео на дамы с ним мы дамы с ним делали вот как раз это же когда роман он француз француз и русский до представляешь пилотажник очень хороший учит лучшему пилотажу может даже когда-нибудь покатает вот так как вообще ты здесь оказался вот просто вот физически ну то есть вот как вот вот на аэродроме мы же ехали мы же даже не созванивались ничего как это это из области фантастики представляешь как вот все соединилось в мире вот это значит что мы очень хороший планер купили ну да я летаю тут на ты летал на таком недавал уже довольно было 20 лет назад а какrefzione主 всегда это в марте часть аэродром 30 мар крνεен нар made along option в мин sciences на級 хоть ищи то наверно на музем сейчас это просто фузелаж если должен хоть спят парт а запасная часть нужна моему сделать туда мотор ставим можно и джета как дунем на нем ух это да нет да правильно этот реально шейб 27 а у меня раньше было топаз это альве альвеолиса и не помню какой фирма делать альвеолиса да ты все знаешь я совсем знаком ты уникальный человек вообще я я только слышал только вот про этого знаю вот а это и это это респект уважуха да и по-русски говорит а я по французски нет позорище жена русские дети русские пришлось очень приятно хорошо все сейчас будем разбирать все ну что ж начинаем разбирать планер как это все выглядит здесь красивенько внутри фонарь здесь снимается как видите целиком видите вот так чпунь то есть нужен конечно сопровождающий чтобы усесться планер то есть вы рассадитесь и потом вот такую крышку сверху захлопываете но это нормальный процесс это такие планера были всегда старинные это вся документация ненавижу бюрократию друзья сколько сколько скопилось всего за многие годы а это я даже даже смотреть не буду не люблю это интерцепторы они снизу сверху об удобнее кстати ну здесь все шикарненько тепленько может попробуем руки мыл вы знаете друзья почему этот космонавт наш гагарин полетел в космос а не кто-то другой потому что он был единственный кто разулся прежде чем сесть капсулу спускаемого аппарата ну и там космического корабля и это он тем самым очень королева впечатлил тут сказал только человек уважающий труд инженеров может полететь космос поэтому полетел гагарин поэтому видите поехали да ну какой-то большой тут место я до педали даже не дотягиваюсь он огромный значит место много реально ну а парашюту ничего нету вот когда будет парашют интерцепторы у а я запах а огонь а сейчас летать почему не готов как не ну даже долго всех пока там всем геморрой лишнего нормально ну потом надо как бы хочется попарить сразу чую сверху вниз хочется попарить ром но он офигенный и ты вот на таком прям летал сам да ну как был 16 лет ну счастье не очень-очень прям все хорошо не парашюта нет поэтому это а так вот по педаль ну кабина большая то есть я привык что в этих планерах старинных нот я на чем летал на грунт бэйби там сидишь этом грунт бэйби вот так вот или в йогусе и летал но я в йогус еще помещаюсь а как венос помещается непонятно а тут просто он мне еще говорил когда мы планер выбирали говорит игорь это планер с нормальной большой хорошей кабиной я сейчас вижу что так она и есть это не просто с нормальной большой хороший с гигантской кабиной планер хочется теперь сделать из него просто конфетку лапочку потому что просто это потрясающая штука кожаный салон сделаем новый как как я займусь его реставрацией это же будет просто праздник какой-то я купил mercedes у не мог 1980 года и сделал из него лебедку и мы его реставрировали в ноль то есть там не было ни одного даже сальника любого ни одной резинки старой это обошлось в три раза дороже чем стоил сам этот у не мог но это было такое удовольствие на два года я чувствую что я купил себе новую удовольствие весь ну чё классно вырезаю классика не стоящая классика тебя правильно выбраться до худеть надо ведь ведь друзья какие здесь есть планировки вот и настер есть собран что тут еще еще один три настер тут клуб любит три настера получается и вот есть смотрите мини-лак о лак 17 бифес ну-ка точно вот с моторчика в носу вот у нас есть идея такой маленький моторчик вот он прям стоит мини-лак 0 а это лак 17 не мини-лак соответственно вот такой же моторчик поставить на нашу красавицу и будет смотреться это конечно немножечко корявенько просто потому что форму лопасти этого моторчика под более острый нос то есть получается что этого планера будут такие как бы усы вот но с другой стороны первых ничто не мешает немножко нос увеличить конус это все пластик то есть это все можно будет доработать и будет прикольно взлетать вот с ним конечно не будет потому что видите да что очень уж низко нос то есть возможность взлетать мы сразу убираем а вот да но да главное что этого планера у него же в конструкции есть доработка когда он в моторной версии идет да 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 это он и есть смысле смысле вот на этой же модели есть модификации м там просто фюзеляж немножко по-другому сварен сзади и есть заводские чертежи по которым можно если что делать эту модификацию даже завод час собственно есть и без проблем все это можно сделать но это как вариант а так просто поставить фес чтобы можно было в воздухе спокойно долетать на нем потому что место полно под батареи вот сюда назад эти две батареи вы спокойно воткнуться может быть модифицировать немножко их посмотрим места хватает это у нас стоит мотопланер классический какой-нибудь димона или что-нибудь в этом роде это у нас тоже какой-то старинный планер пират тоже красивый смотрите пиратик уже такой тоже пластиковый план они тоже смотрите вот немножко стеклоткани тоже деревянный в чехольчиках но это конечно более ухоженный планировочек чем тут но ведь и немножко другая форма носа такой переход кабины то есть более длинный нос замочек отцепки здесь находится прицеп нашего планера интересное кино прицепчик конечно такой видавший виды надо должно но смотрите с другой стороны все в нем есть и прицеп тканевый то есть это смотрите как интересно тряпочка это в принципе не есть что плохо потому что его всегда можно перетянуть эту тряпочку заново и все то есть этот прицеп тоже может сказать вечный я думаю что это пластик нет скань откручиваем болтики делаем новый чехольчик и все ну красота и так друзья прицеп признается годным то есть по крайней мере все заменяется ткать заменяется корпус красится и общем что принципе не обязательно то есть живое нормальное но если захочется сделать конфетку то это абсолютно и вполне реально так что мы имеем еще мы имеем лебедку ведь какая лебедка лебедка неплохая с какой мощнейший дизель должен быть он такой барабанища ух моща и трос синтетический лирос то ли пятерка то ли шестерка толстенный трос на самом деле очень круто конечно то есть лебедка вполне себе достойно и видите смонтирован один барабан все лебедка по идее может быть 2 барабанной но сделан один все на таком тяжеленном прицепе кстати не не очень сложная конструкция как видите обычная полуось на одной полосе вон барабан торчит то есть это переделка с какого-то автомобиля довольно таки мощного что мы имеем из гуси жалко не могу под моторчик заглянуть калант как иногда бывает доработать напильником все так ну сделано мощный мощнейший этот узел конечно эти два шкива вращающихся а нет здесь шкива нету или здесь есть здесь есть маленький такой шкив чик что в основном я так понимаю рассчитана так чтобы до опиралась на этот шкив и и соответственно ориентировал таким образом то есть не на нижней ведь и нет возможности даже развернуться на нижней поэтому этот ролик основной здесь два ролика таких типа чтобы в бок ничто никуда не уходило длинных здесь диаметров миллиметров 40 это у нас осторожно отрубит руку гильотина до гильотина конечно выглядит демонически такая демонического размера пружина и ведь вот она рубилка нож который пружиной бабах нет по наковальне и будет бах-бах-бах так а чем же это взводится выстреливает какой-то сложный механизм из надо потянуть это потянет это дернет выдернет чеку дальше это все бабахнет ну короче гильотина это я вам скажу очень серьезная штука здесь то есть сделано конечно добротно ничего не скажешь что у нас внутри сидение оператора ну и вот все пожалуйста там больше меньше настройка под ветер я так понимаю по мощности здесь какой принцип многослойная дроссельная заслонка то есть есть привод скажем так части закрывается потока воздуха в двигатель одним рычажком это ветер выбирается он сначала на на тип парапланера то есть одноместный двухместный дается одно ограничение потом ограничение еще по ветру ну и потом собственно вторая заслонка которая работает уже оператор от нуля до максимума то есть по сути вся регулировка ограничить максимально подводимую мощность к планеру иначе его можно поломать готова куча документов сейчас будем смотреть что то есть 1358 часов аппарат налетал что мой планер шляхер налетал уже больше так что на view супер как происходит покупка планера прямо на крылья происходит террас и все все владельцы расписались видите пять человек владела планером общая собственность теперь я ну трустучийся рукой все деньги деньги манья планер то купила день что не отдал часть денег мы заплатили переводом больше 1000 евро нельзя платить наличными поэтому я перевел банковского счета и хвостик остаток сейчас передам вот так покупается планира версии инспейн сеньки вы все получили планер замечательным образом начинаем грузить трейлер нашу цивилизацию поглубит макулатура а вот он вот все бумажки вот здесь у нас колпак над колпак нужно снять чтобы разобрать планер обычные барашки так это штырёчек снимается тележка катательная вот теперь их планер уже боевом положении вот основной узел у нас вот силовой штырь видит здесь получается самый тонкий кусок металла дальше следующий слой дальше следующий слой не такие две мощнейшие про уши ну сказать что это ржавая нет потому что тут есть конечно какие-то микро следы коррозии но это все почистить аккуратно и заново покрасить больше ничего делать не нужно есть многослойный переклей какой-нибудь фанеры ну кстати вот внутри вот полка полка здесь у полка красота и термоз классический бутылочка для вариометра какая-то электронная штука здесь у нас два штыря сейчас их надо будет вынуть передняя часть крыла отстегнется дальше у нас получается все тяги управления эти барашки всевозможные все соединяется ну собственно и все то есть тут то чем галероны до интерцепторы закрылка тут нет вынимается штифты все складывается скоба на которую все булавочки складываются чтоб не продуплить потому-то скоба тоже куда-то вешается ты сейчас расконтрили все что могли эти каждый барашек был на булавочке теперь можно все разъединять и барашки тоже сюда перемычка какой-то очень важный момент вот сюда нужно вставить штырь ага а а а и и и и и и и на помощь на а помочь под направлено место а поставить 2 когда ты пойду справа я понял а но это нужно поставить и его оставляешь ты или потом надо снять перед полетом в и и и и и и окей окей все фуэра у ландо комасов и городов и понял такой пин я вот так вынимается стабилизатор снимается раз и все вот как все просто и назад раз об вуаля супер раз и половинка стабилизатора уже на месте пример 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 триммер и все можно даже за эту штуку носить наверное сегодня на стриме все спрашивали зачем пожарная машина потому что нужно на аэродроме вдруг все загорится помните фильм про самолетики там была пожарная машина сейчас я наверх на запихнуть оп воля вынимается основной штырь вынимается достаточно легко найти все что держит этот планер и вверх все так раз 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 расстыковался и плюс вот этого штыречка который вы видели друзья снизу вот он что вы видите что у нас второе крыло на месте осталось планер не разобрался до конца сейчас на тележку ставится крыло я думаю что она не очень тяжелая девушка держит замечательно кончик крова и все это поехало на тележки трек-трек-трек-трек-трек-трек прицепим идеально сделан под этот планер шикардос по крайней мере мы запомнили где она визуально лежит здесь фиксация идет за счет вот этой вот норки когда крышка закроется крыло не сможет шевелиться вправо влево я думаю что тележка должна была ставится перед процессом вот мы просто забыли это немножечко распереживался ешка крепится защелкивается штыречком об скобочкой все просто все очень очень просто так где этот знаменитый штырь вот этот знаменитый штырь который позволяет сейчас нам так вальяжно с этим крылом работать сейчас по идее мы его снимем но современные планира уже по-другому не с такой проушины фиксируют мы наконец-то можем заглянуть внутрь ведь фюзеляж это кусочки дерева кусочки дерева и каркас то есть сварной частично дерево для того чтобы были меня форму придать нужную как тут мотор ставился интересно я не знаю мишка на тележке интересно он как-то фиксируется а ну там получается на тележке сажат двумя пластинками собственно и все да собрать первый раз самому будет непросто вот фиксация элеронов чтобы они в процессе поездки не брымкались не туда доставится как видите друзья есть нюансы нам нужно получается защелкнуть эту штуку на вот этой вот балки сначала в 9 а теперь вот так вот так все видите теперь затягивается 2 даже не знаю как это назвать почему так это все затягивается теперь это получается крепко ну и барашки назад прикручивается и все и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы купили вот такой адаптер И сейчас что-нибудь съедим Посмотрите, какое красивое гнездо с аистами Аист улетел, но Серега успел заснять Очень красиво Это центр какого-то старинного городочка испанского И Рома нас ведет в какое-то суперовское место, да? Да, город Горай Горай? Да, Горай Да, красиво смотрится Аист на месте Часть Аиста видна А второй полетел с лягушками Ну что ж, друзья Наш паровоз готов к движению Наш верный Т4 И наш новый прицеп Мы их соединили наконец-то Купили специальный переходник С одной электрической розетки на другую Так вот это выглядит Номер у нас нет Номер нам посоветовали открутить от нашей машины литовской Машем ручкой нашему гостеприимному аэродрому Очень смешная пожарная машинка Вот так выглядит Машина с прицепом Машина 2000 года Прицеп 65 Вперед в будущее Мы ехали, ехали И наконец приехали Наш планер в домике Замечательно стоит Поместился Ну в принципе сюда Даже мой двухместный планер Помещался, только дышло Торчало на улицу Эгегей Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин